Здравствуйте, друзья! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембету. Сегодня в рамках серии вебинаров, посвященных техническому анализу и торговле без индикаторов, расскажу о фигуре откат с подтверждением. Вначале предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить торговлей на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации риска. С более подробной информацией можно ознакомиться на представленном слайде. Из этого видео вы узнаете, как формируется фигура откат с подтверждением. Сегодня объясню, почему паттерн откат с подтверждением говорит о силе тенденции. Самым активным я приготовил подарок. Как его получить, также расскажу в конце занятия. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать» на бирже. Для этого переходите по ссылке под этим видео. Там вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. При формировании этого паттерна важно, чтобы цена при движении вверх регулярно обновляла максимумы. Но обновление максимумов, а затем откат – это обычная ситуация с восходящим трендом. Чем отличается откат с подтверждением от других паттернов? И о каких настроениях покупателей и продавцов говорит эта фигура? Сегодня мы в этом разберемся. Название фигуры говорит о том, что цена при откате подтверждает предыдущий максимум, а после этого продолжает рост. На схеме это отмечено зелеными маркерами. При нисходящем тренде ситуация развивается зеркально, цена обновляет минимумы и откат формируется в зоне пробитого минимума. На схеме это отмечено красным маркером. Кратко подведем итоги по ключевым признакам. Общий признак для любой фигуры отката – цена обновляет максимум в первом случае и минимум во втором случае, затем откатывается в зону пробитого уровня. После чего продолжает движение в направлении тренда. Теперь посмотрим, за счет чего появляется откат с подтверждением. Когда на графике появляется максимум, на схеме это маркер 1, ниже него трейдеры поставят заявки sell limit. Кто-то так будет закрывать свои длинные сделки, кто-то таким образом планирует открыть короткую сделку. Те, кто планирует открывать шорты, выше уровня поставят заявки stop loss. Также выше максимума 1 выставят заявки buy stop. Их выставят те, кто планирует войти в длинную сделку на пробой. Когда цена пробила максимум 1, идея входа в короткую стала неактуальна. А те, кто планировал войти в длинную на пробой, открыли свои сделки, ниже поставив stop loss. Кто-то поставит стоп агрессивно за пробитый уровень, кто-то за последний минимум. Как только цена попадет в зону заявок buy stop и stop loss, рост усилится, потому что эти заявки при исполнении будут двигать цену вверх. Чем дальше цена уйдет вверх от точки 1, тем больше будут появляться желающих продать и меньше желающих купить. В какой-то момент цена перестанет идти вверх. Увидев, что рост прекратился, трейдеры начнут выходить из покупок, а кто-то откроет продажи, тем самым снижая цену. Сила перейдет на сторону продавцов. Так на графике сформируется новый максимум 2, который скажет трейдерам о продолжении тренда вверх. Когда цена подтвердит рост, активизируются трейдеры, которые любят заходить на откате к уровню. Они выше уровня поставят заявки buy limit, а ниже stop loss. Их стопы будут примерно там же, где и стопы входивших на пробой. Когда цена откатится к уровню 1, покупатели, выставившие заявки buy limit, откроют длинные сделки. Таким образом, когда цена не сможет пойти ниже максимум 1, мы сможем сделать вывод, что выше уровня появилась плотность лимитных заявок на покупку, на схеме это зеленая линия, которая сдерживает цену, а ниже уровня плотность заявок stop loss. На схеме это красная линия. Для того, чтобы войти таким образом на откате этого достаточно, но я хочу вам рассказать еще один прием, который даст больше уверенности при открытии сделки. Давайте посмотрим, как открыть сделку на откате с подтверждением. Один из вариантов входа в сделку на откате – выставить заявку buy limit выше уровня. Но что если выше уровня не сформировалась плотность лимитных заявок? Как понять, есть ли там плотность или нет? Вы спросите, а какая разница? Разница есть. Если выставим заявку на покупку, а зоны поддержки нет, тогда открыв покупку, мы практически сразу вылетаем из сделки по убытку. Так неинтересно. Поэтому нам нужно подтверждение того, что на уровне все-таки есть плотность заявок. Посмотрим, на что надо обращать внимание, чтобы увидеть, что уровень будет поддержкой. Итак, цена снизилась, но мы не спешим входить в покупку. Мы ждем сигнал. То есть нам нужно увидеть, что выше уровня сформировалась плотность лимитных заявок. Чтобы понять, что выше уровня есть поддержка, нам надо увидеть остановку цены. Не только после того, как мы увидели остановку, будем выставлять заявку на покупку buy limit, а ниже уровня поставим стоп. Тогда цена, достигнув заявки, откроет сделку. Может ли цена и дальше пойти вниз? Да, может, это рынок. Но это менее вероятно, чем дальнейший рост, если мы правильно определили тренд и зону уровня 1. Зеркально вход в сделку выглядит на нисходящем тренде. После пробоя поддержки ждем отката к уровню и небольшой консолидации, выставляя sell limit и stop loss. А теперь давайте пройдем тест для закрепления материала. Сейчас проверим, хорошо ли вы поняли материал. Для этого возьмите лист бумаги и фиксируйте все набранные баллы. Первое задание. Найдите на графике паттерн откат с подтверждением. Готовы? Начали! Так как сегодня тема строго по откату с подтверждением, поэтому ничего другого не ищем, кроме откатов. Удалось найти? Это простой вариант отката. Кто его нашел, поставьте себе плюс один. На этом же графике можно было найти еще один паттерн отката с подтверждением. Кто нашел второй, поставьте себе еще плюс один. Переходим к следующему графику. Здесь нужно быть внимательным, так как картинка не такая простая как в прошлый раз. Готовы? Начали! Если не хватило времени, не бойтесь ставить на паузу и поискать дольше. В конечном итоге важно находить откат, а не укладываться во время. Почему этот паттерн дает 2 балла? Дело в том, что многим это вообще не покажется откатом, но на самом деле это был откат, так как цена пробив уровень, целых 10 минут стояла под ним и только потом началось дальнейшее снижение. Важно запомнить, что не все откаты выглядят как пробой, плавный откат и продолжение снижение. Часто откат это пробой, консолидация под уровнем и продолжение движения. Для того мы с вами разбираем примеры, чтобы увидеть не только приглаженные варианты, их на рынке мало, но и любые рабочие фигуры. А этот откат уже похож на очевидную схему отката. За него поставьте себе плюс один балл. В третьем упражнении тоже не один вариант отката. Посмотрите, подумайте. Если готовы, тогда начали. Время на обдумывание даю условное. Вы всегда можете подумать, поставив видео на паузу. Первый откат очевидный и зайти в сделку на этом паттерне можно было легко. Поставьте себе за этот пример плюс один балл. Второй вариант тоже простой. Поставьте за него себе еще один балл. Тот, кто меня внимательно слушал и ставил видео на паузу, скорее всего нашел третий паттерн. Он сформировался сразу после пробоя уровня в виде небольшой консолидации. Кто нашел, добавьте себе еще два балла. Четвертый паттерн достаточно очевиден, так что поставьте себе еще плюс один балл. Четвертое упражнение тоже потребует вашего внимания. Перед тем, как продолжить, вы можете посмотреть на предыдущие примеры и схему паттерна, чтобы взять в этом упражнении максимум баллов. Если готовы, тогда начали. Время на обдумывание условно. Всегда можно поставить видео на паузу. Посмотрите, первый паттерн буквально одной свечой подтвердил уровень и цена пошла дальше вниз. В данном случае можно было входить на пробой уровня, либо выставить заявку селлимит после отката. Паттерн не очевиден, запишите себе плюс два. Второй паттерн близок к классической схеме. Кто его нашел, молодец, прибавьте себе еще плюс один. Пятое упражнение. Не очень сложное, посмотрите, подумайте, когда будете искать. Учитывайте, что паттерн ищем на продолжение тренда. Если готовы, тогда начали. Получилось? Давайте посмотрим, что нашел я. Думаю, что сложности здесь не возникло. Схема практически классика. Пробой, откат к уровню и после этого дальнейшее движение. Но здесь хочу немного отлечься от поиска паттернов. На этом примере очень хорошо видно, что если не управлять сделкой, то даже прибыльный вход приведет к убытку. Так что никогда не оставляйте свои сделки на авось, всегда управляйте ими. Кто хочет узнать основные правила управления сделкой, оставляйте свои комментарии под этим видео и самый интересный комментарий получит методичку с правилами управления сделкой. Те, кто оставит комментарий в первые три дня, получат методичку в любом случае. Это будет награда за решительность. Еще одно упражнение. Посмотрите внимательно, постарайтесь найти все фигуры на этом графике. Если готовы, тогда начали. Когда вы тренируете себя таким образом, вам будет легче искать паттерны в реале. Кто сейчас видит, что не получается быстро находить паттерны, возьмите паузу, попробуйте пересмотреть видео вновь. Уверен, результат будет лучше с каждым разом. Здесь все не сложно. Откат образовался по ходу движения. Цена подтвердила уровень тремя свечками. Кто нашел паттерн, поставьте себе плюсик. Второй вариант, тоже не сложный. Практически классический. Поставьте себе плюс один. Третий пример, конечно, не супер, так как контртренд. Но здесь можно было открыть сделку с короткой целью до ближайшего уровня. Помните, уровень из примера 2. Если взять короткий риск, так что соотношение прибыли к риску будет больше 2, тогда этот паттерн вполне законен, хоть и против тренда. Если ваши рассуждения были близки к моим, тогда поставьте себе плюс 2. Четвертый откат непростой, так как цена пока движется в нисходящем тренде, но данный откат сформировался перед серьезным уровнем. На пути цены есть кроме него еще препятствия, но этот уровень очень важен, так как это текущий минимум дня. Поэтому на подходе к нему важно защитить свою сделку, прикрыв часть позиций. Кто нашел паттерн, добавьте себе в копилку еще плюс 2 балла. Устали? Наберитесь еще немножко терпения, это последний тест, а потом подведем итог. Пример не сложный? Готовы? Начали! Те, кто не халтурил на предыдущих упражнениях, должны были легко справиться с заданием. Хорошее трендовое движение, откат к уровню и импульс вниз. Кто нашел паттерн, поставьте себе плюс 1. А сейчас подведем итоги теста. Если вы набрали до 5 очков, сделайте паузу и пересмотрите ролик по новой. Может быть это невнимательность, а может быть вы не понимаете темы. Если вы набрали от 6 до 10 очков, неплохо, но нужно еще все внимательно проработать. Если ваш результат в пределах от 11 до 16, значит вы на верном пути, это хороший результат. Но и его можно улучшить. Если вы достигли 17 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, сделав своей скрины графика. Или скачайте презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже» и на графиках сделайте это упражнение на время. Друзья, если вам нравятся материалы, которые я делаю, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и комментируйте видео. Всем спасибо и до новых встреч!